Устанавливать праздничное дерево возле кафе на Шевченко не приходится. Оно растет прямо у входа. Потому на законных основаниях обретает мишуру и игрушки каждый год. Снеговик из металлокаркаса родом из 2017-го. Домик Деда Мороза, подарки, сани с мягкими сидениями, новый декор. За его целостность владельцы не переживают. Максимум, что нам портит, это гирлянды, которые идут у нас на подсветку подарков именно в ночной период времени. Но вот гирлянды нам приходится менять. Остальное, все, что есть, лавочки, все, что на лавочках, все эти декорации, мы все крепим степлером мебельным, то есть все закрепляем качественно. Качественно закреплены и белые олени на крыльце кофейни у Ленина Кузнечной. Их здесь установили еще в начале декабря. Найти в магазинах таких, как задумал декоратор, не получилось. Но выход нашли. С ДСП вырезали. У нас наш завхоз сам лично искал этот ДСП, вырезал, красили, белили, сушили. Поэтому получились такие милые сказочные олени у нас. Сказочным стало внутреннее убранство дебютантов конкурса. В ресторане армянской кухни на октябрьской упор сделали на цвета. Честно говоря, символом года, мне кажется, только игрушки. Как нам оформители объясняют, что в этом году должны быть желтые и красные игрушки. У нас практически все украшено. Вон там у нас дополнительные веранды есть, там тоже украшено. Ну, практически, кроме кухни, где-то 700-750 квадратов. Потратили на это около 100 тысяч рублей. Покупали украшения и делали их сами в этот раз работники 14 точек общепита, 5 бытового обслуживания. Столько же поучаствовало торговых центров. Плюс 18 магазинов, 7 павильонов и киосков. В сравнении с прошлым годом количество у нас одинаковое. Но в этом году есть объекты, которые впервые принимают участие. Что приятно, конечно, очень, что наши предприниматели стремятся оформлять свои объекты, как-то привлекать посетителей. Подводить итоги мы будем 24 декабря. Конечно же, будем учитывать в обязательном порядке это освещение. О нем позаботились все участники конкурса. Но победителей будет лишь 7. Их наградят 27 декабря. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».